здравствуйте друзья зеленский не вышел рамштайном тусовка спонсоров террористического государства 404 от которой на украине ждали благословения на удары по москве американские британскими ракетами и чуть ли не новых обещаний по вступлению в ес и нато не состоялась формальной причиной стала неявка старика байдена который вообще давно пропал с радаров и может быть даже и помер но по официальной версии не приехал из-за урагана мильтон правда ураган оказался дохленьким так сильный ветер с дождем несмотря на весь могучий пиар который мы сделала американская пресса обещавшая что ураган сметет если не пола америке то уж точно флориду и заочно обвинявшая команду байдена и харрис в том что они платят пострадавшим от стихии американцам меньше чем украине и израилю но на самом деле в случае с рамштайном ураган ни при чем не говоря уж о хотелках зеленского или бандришках американских выборов а дело в том что политиком марионеткам на рамштайне просто нечего обсуждать все эти байдены макроны зеленский и прочие нетаньяхи не более чем куклы которые призваны выполнять команды глубинного государства а ну это самое глубинное государство в кои-то веки оказалось в трудной жизненной ситуации и эту самую ситуацию ему как ни странно создала россия которая судя по всему и как мы уже намекали помогла ирану навести свои баллистические ракеты на военные базы в израиле правда как теперь выясняется ракеты были без боевой части в противном случае израиле не удалось бы скрыть факт гибели сотен или даже тысяч своих военных так что это было не более чем демонстрация силы оставившие дырки в бетонных укреплениях базы массада и других объектов евреи судя по всему намек поняли прекрасно а именно то что в следующий раз ракеты будут с начинкой и она может быть разной и никакой железный купол им точно не поможет фактически этот сценарий может означать конец еврейского государства причем ирану даже не обязательно использовать тяо и грязную бомбу достаточно просто подорвать пару десятков важных объектов вроде газохранилище или хранилище миака и на этом историю еврейского государства можно будет заканчивать кстати именно поэтому евреи не ответили на такую рано стратегической авиации у израиля как известно нет а истребители бомбардировщики могут лететь только через сопредельные страны которые все как один отказали израилю в пролете на своей территории даже турция даже саудовская аравия просто потому что иран предупредил последних что в случае если они окажут содействие сианинскому государству последует удар по их нефтяным объектом в израиле конечно тоже остаются баллистические ракеты но во-первых их немного во вторых иран не израиль он большой а его стратегические объекты спрятаны глубоко ну и самое главное удары по нефтяной инфраструктуре как мы уже говорили в одной из прошлых передач мгновенно усилит россию вырастив цену на нефть как минимум в несколько раз так что ни один из очевидных сценариев израильского ответа ирану которые обсуждают большинство сми глобалистам отнюдь не подходит кстати дело конечно далеко не только в деньгах потому что представители этого самого дип-стейт большинстве своем религиозные евреи которые вообще не про деньги оставят перед собой совершенно конкретные религиозные цели а именно приведение к власти мышиаха то есть по нашему антихриста который по преданию должен воссесть в иерусалиме восстановленном третьем храме совершенно очевидно что ядерная зима на территории палестина с этими планами явно не сочетается в общем положение у глубинного государства непростое они столько готовились запускали цифровизацию миграцию к видобесии региональные войны и вот такой облом для нас это конечно же прекрасные новости и теперь самое главное чтобы наша власть сумела извлечь максимальные выгоды для россии и сложившейся ситуации они просто каких-то подачек в виде запрета ударов американскими ракетами по москве и главными маркерами по которым можно судить о наличии такого рода договоренностей будет во первых ситуация на фронте а во вторых ситуация во внутренней политике кстати на фронте определенные движения в преддверии до этих глобальных событий уже начались наши парни ломят и в днр и в курской области и на запорожском направлении россия несколько дней подряд сносила портовую инфраструктуру одессы куда привозили натовское вооружение и так далее а вот во внутренней политике серьезных новостей пока не заметно кроме конечно шумихи вокруг квадруберов спору нет эту шизуху надо запрещать вместе с гомосеками и прочей подобной шушерой но на системные реформы такое решение явно не тянет мало того сми и даже высшие должностные лица страны придают такое непропорционально важное значение этим самым квадрубером что невольно закрадывается мысль они являются ли эти несчастные сумасшедшие отвлечением внимания на негодный объект на самом деле отменять нужно конечно не только квадруберов но и в первую очередь цифровизаторов кстати вчера отмечался международный день психического здоровья и это прекрасный повод поговорить не только о квадруберах но и об идеологах цифровой трансформации в частности о господине пескове который не пресс-секретарь а уполномоченный по цифровизации мы специально для вас сделали нарезку из его выступлений и опубликовали на нашем сайте кто не видел обязательно посмотрите получите массу эмоций а еще отменять нужны и всех остальных представителей пятой колонны глобалистов российской власти то есть тех самых персонажей которые реализовывали и продолжают реализовывать глобалистскую повесточку то есть методички от этого самого дип стейт во всех сферах начиная от финансов и экономики и заканчивая образованием и социальной сферой в понедельник 14 октября мы будем отмечать замечательный праздник покров божьей матери россия всегда считалась уделом пресвятой богородицы поэтому с всех нас с наступающим праздником и всем здоровым национально-патриотически ориентированным силам правильно оценивать происходящее и пользоваться нынешним замешательством глобального врага по полной программе оставайтесь с нами и Продолжение следует...